Ой, Гена, ну, знаешь, вот это вот, всё, хватит гундеть, хватит гундеть. Если я сказала, что мы вместе идём машину выбирать, всё, мы машину идём выбирать вместе. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ой, да куда ты пойдёшь, Гена? Ну, куда ты побежал? Ой, Гена, стой! Куда ты побежал? Деньги-то у меня! Вот здесь, в офшорной зоне. Прочь руки от бухгалтерии, здесь у меня самое дорогое. Да, здесь у меня самое дорогое, деньги на машину, квитанции об уплате квартиры, фотографии твоей мамы. Да, вот так, мой дорогой. Твою маму у сердца ношу, змею прирела. Ой, Гена, никуда ты не пойдёшь без меня, ничего ты без меня не будешь покупать, понимаешь? Ничего, всё, хватит, ты уже купил мясорубку. Ах, хорошая! Да хорошая! Чё, я против, что ли? Конечно, хорошая мясорубка, правильно, хорошая. Мясо жрёт, а фарш не отдаёт. Ой, Гена, я понимаю, я понимаю, конечно, с каждым может случиться, каждый может ошибиться. Я это понимаю. Я вот тоже, между прочим, в своё время за тебя замуж вышла. Хотя мама меня так отговаривала, говорила, доча, ну зачем? Ну зачем тебе этот сморчок? Ну погляди на него, колобок на ножках, ну шо он тебе может дать, а? Как ты мою маму назвал? Ах, ты, хорёк неблагодарный. Да если б не моя мама, где б ты был, а? Да только благодаря моей маме у тебя высшее образование. Это ж она тебе диплом в метро купила. Лучше б она тебе Мерседес купила. Если б у тебя был Мерседес, то тебе не нужен был бы диплом, ты и так был бы король. Ой, не могу, ну насмешил. Слышь, король, ширинку застегни, а то скипетр потеряешь. Всё, хватит болтать, давай машину смотреть, всё. Рассказывай мне вот про эту машину. Шо это за машина, а? Опель. Лена. Лена, не поняла, ты шо? Это шо, получается, Опель, это машина? так я же все время думала, что это город под Воронежем да потому что Люська, подруга моя, когда рассказывала про своего ребенка, второго, которым она забеременела она же мне что говорила, она говорит, ты понимаешь, я же вот этим вторым, я же забеременела по дороге в Воронеж в Опеле а первым же она в Москве забеременела так я же думала, что в Опеле и Москва для Люськи это города, побратимы я еще все время песню эту про Опель, про город пела в Опеле березка стояла, в Опеле кудрявась хватит ржать, глянь, только повод дай, ничего я в машинах не понимаю Гена, ты сам-то понял, что ты сказала? я ничего не понимаю в машинах, ты чего? Гена, я же русская женщина, а? Гена, я же благодаря тебе во всем разбираюсь я же благодаря тебе вот этими руками могу все сделать из всего, понимаешь? я у тебя как Китай все, давай рассказывай мне про вот эту чудо-юду а, как она называется? Ё-мобиль! перестань ругаться! люди кругом, ты что, с ума сошел? это что, это что правда? это что, машина так называется? ё-мобиль! Господи, Вена А кто ж ее сделал, а? Видать, намучился он с ней, Ена Если так назвал А кто ее сделал? Наши? А, ну наши могут Наши могут, Ена, и сделать Ой, и послать Что они только не делают Наши? Ее мобили, ее телевизоры Ее холодильники И много других Ее товаров Видал, люди согласны Вот я на тебя смотрю, Ена Тебя тоже наши сделали Ой, Ена, слушай А вот это что за машина? Вот это лупатая, а? Вроде ничего такая, а? Как называется, а? Ну вот это вот лупатая, вот фары у нее такие Вот, как у твоей мамы глаза Ну глянь, ну одно же лицо Что я тебе говорю Когда я у твоей мамы спрашиваю Мама, когда ж вы мне долг отдадите? Она точно такие вот глаза, вот пара вот таких Выставит и говорит Деньги, которые ты мне даешь Забудь! Это абонентская плата за сына! Понял, сморчок? За тебя плачу За твой тариф Че плачу, сама не знаю Абонент же все время недоступный Вот ты знаешь, Енка Вот я вот рассержусь и уйду с твоего тарифа На тариф к Лешке Королеву А че, вот возьму и уйду А че, он холостой Он опять же сирота Потом я его видала, когда он С баней в пруд нырял Вот там тариф За такой тариф и приплатить Не греть А че, как возьму сейчас и куплю ему В преданное Мерседес, а? Гена, ты че, с ума сошел? Ты че меня позоришь? Встань с коленей! Перестань мне ноги целовать, ты че Гена, прекрати плакать Давай, давай, давай Поднимайся, поднимайся Ну, что такое? Сопли подотри, что такое? Ну, пошутила я, что такое? Вот, шо за человек такой? Ну, ты ж меня знаешь, Гена Я ж, если за другого замуж пойду Я ж тебя с собой возьму Я ж тебе ни на кого не брожу Кому ж ты нужен? Ой А ты знаешь, Генка, какую я машину хочу? Вот эту вот желтую Ладу Калину Это ж машина счастья А я тебе говорю, машина счастья Я сама видела по телевизору Где вот эта вот машина не проедет? Дороги хорошие Зарплаты сразу у людей высокие Чиновники все честные и вежливые Мужики трезвые, бабы беременны Ой, Генка, я ж так счастья хочу Господи Боже Я ж за всю жизнь с тобой только Два раза счастливая была Два раза Первый раз, когда Оса в язык твою маму укусила А второй раз, когда ты водку нес И на банановой кожуре поскользнулся А так, представляешь, Ежи Мы с тобой сядем в эту машину Ты за рулем Принц Уельский А я рядом с тобой счастливая И песни пою Ой, цветет калина Ой, люли, люли Муж всегда мой дома Он чинит жигули Говорят, что настоящая подруга Это не та, которая тебя на себе Несет из ресторана Настоящая подруга Это та, которая ползет рядом с тобой Вот я не знаю, что за деться он такой-то, а Вот я не знаю, что за деться он такой-то, а Ну мало того, что с утра-то перепутала Перепутала зубную пасту Перепутала с кремом от комаров Ага, сижу возле форточки Прямо дышу ведрами, дышу, ведрами И гляжу через окно по дороге Галя, подруга моя По дороге, значит Бегить Ну прямо летить, как птица-ворона И мне с порога Катя, я тебе скалку пронесла Катя, хорошая скалка, надежная Ей, говорят, в Америке в бейсбол грали Катька, бери скорее скалку Беги из бирка Беги, Катя, там а муж твой, Колька Полицейский с кисетою С косиршую, с белобрыссию, со сберкассы Понимаешь? Ну Ты что, не понимаешь? Катя Катя, у них уже У них ухры-мухры Катя, у них уже, говорят Полная хрю-хрю Я говорю, какое в них хрю-хрю, Галя? Да не поняла, какое в них хрю-хрю Че они там в сберкассе, сало вместе едят, что ли? Я говорю, какое сало? Какое сало? Я тебе русским языком хрюкаю Муж твой, Колька, полицейский С этою С косиршую, с белобрыссию, со сберкассы Понимаешь? Снюхались-я И не носом И уже все про то знают, Катя Все знают, кроме тебя Да я тебе говорю, все знают, все Я же сама с утра всех обижала и всем рассказала Ну я же подруга твоя, я же за тебя переживаю А я так и села, как гантели прочёсанные И думаю, врёт или не врёт, а? Врёт или не врёт? Да как Галке-то не поверить-то? Ну как Галке-то не поверить? Галка-то... Галка-то... Правдивая подруга? Правдивая? Её Галю за её правду Бабы в день раз по пять бьют А тут это дело такое серьёзное Оказывается, муж мне оказывается... Муж мне оказывается изменяете Ой, я говорю, Галя Да не может быть, не верю ни слову, брехня Не верю Не может мой Колька мне такую измену чинить Не может Это... Это он днём только ходит по улицам И выпендривается Ха! Ха! Это он днём только борец А ночью... Так... Шахматист Один ход на праздники делает Едва-едва Да и тот через мат А он говорит Ты чё маленькая, что ли? Ты чё маленькая, что ли, а? Катя! Они все мужья с жёнами Шахматисты! А как с другими? У них и шашки не заканчиваются! А я тебе точно говорю Уведёт эта кассирша У тебя твою Кольку навсегда уведёт Потому что Ты сопротив неё Катя! Я тебе как лучшая подруга говорю Ты сопротив неё Фу! Выдра! Да в тебе ж ничего выдающегося нету, Катя Ничего Ни спереди, ни сзади Тебя ж хоть до ночи верти Всё время На спину натыкаешься А у кассиршей Грудь Метр восемь Каждая И зад Мерседес Я говорю Правда, твоя Галя Правда Сволочь, а не баба Сволочь А про себя думай Господи Ну чё же так в природе Всё неравномерно? Одним А другим Ну хоть бы в поле Половину мне такой фигуры иметь Чтоб хоть разок Было чем вильнуть на перекрёстке Чтоб стритофоры косели Погал ко мне, Катя Ну шо ты сидишь? Шо ты сидишь? Беги в сберкасти Беги! Там уже все собрались Все хотят на ваш с кассиршую Рейслинг посмотреть Скамеек натащили Ставки делают Давай, Катька Давай! Я говорю, да не могу я просто так давать Мне ещё разобраться надо Может, ты сама Галя всё перепутала Может, ты сама это Путанчица Она говорит Какая путанчица? Ты чё? Какая путанчица? Я подруга твоя Подколодная Закадычная Вот, скажи мне, Катя Скажи мне только честно Какие у твоей кольки Самые любимые Дорогие носки? Я говорю, какие? Зелёные? Она говорит Откуда они у него Такие зелёные? Я говорю От времени? Она говорит От кассиршей Я сама краевуху слыхала Как она на 23 С каким-то хмырём разоваривала И всё время его просила Принеси мне для него зелёный Он только зелёный любит Поняла? Это ж интимный подарок Беги! Беги! А сама ж мне это Скалкаю спину тычет Ну и побежала я Со скалкаю Бегу по улице Ору голосом Витаса Гляжу впереди Фуражка форменная Колька мой По тому же адрес Сочешет Точно думаю Права была Галка Была любовь У моего пингвина С белобрысой И так мне обидно стало Так обидно Что догнала я его Скалкаю Хорошо догнала души У него прям на лозах Фуражка пухла Он говорит Ты что совсем зуба сбрендила? Я на задержание Куда я теперь с такими фуражками? Я говорю Ты мне зубы не заговаривай Показывай носки А он как зайчик лапками Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз Брюки до колен Докатал А я гляжу Мать честная Носки как носки Один красный Другой синий И верите Вот как будто Камень с души свалился Так мне сразу легко стало Ну ночью мы Сколько его помирились Да что ты говоришь Три раза мирились И вот лежу я и думаю Господи Ой Надо же День-то какой Сегодня счастливый А все галка Пойду к ей утром Скалку ей верну Чтобы ей подруги Хорошо Встала Моя лепшая подруга Галка Мы с ней узнакомого возраста вместе Куда Галя Я за ней закрыв глаза Куда угодно Только не в ЗАГС Потому что Галя В отличие от меня В ЗАГСе Уже три раза побывала Три раза Марш Пендельсона Учила наизусть Ну говорит Четвертый Все равно не пойду Потому что Бог любит Троицу А я хочу вспомнить Как она первый раз выходила Девочки Вы не представляете Какой жлоб достался За семь лет За мужа У Галки В гардеробе Появилась только Одна обновка За семь лет Одна Прихватка для кастрюли Все А у Людки Ой У нас еще Людка Ну да Ну вообще Ну такая хохотушка И она знаете Она нас все время С Галкой Жучила Все девочки Не хочу слушать Сидят королевы Харчами перебирают Девочки А что вы говорите То не так Эдак Не этак Ой Да по мне Главное Чтобы не гулял И вот Людка Свого этого Не гулял Она пол жизни Скала Девочки Нашла Я тебе говорю Не гуляй Вообще Даже с Людкой А с ним нельзя гулять Он все время падает Он у нее как итальянец У итальянца Любимое блюдо Пицца У этого она пицца И я когда Вот это вот Людки Спагетти Вот это Вспоминаю девочки Я про себя думаю А нафига Такие стрессы мне А у Тамарки Ой Это у той Вообще три в одном Собрала все Девочка Пьет Гуляет Алладырюга Ой В доме Вообще Никогда Палец о палец Вообще В жизни Тамарка За всю жизнь Один раз Заставила Попклеить обои Прямо Заставила Девочки Он обои поклеил Не разматывая Как бигуди И каждый день Под этим делом Вот это Плюхнуло с дивана Вот это Ноги разбросало Вот это Телевизор Включило Через три секунды Вот и весь секс А тут Томка Мне как-то Среди ночи Позвонила Девочки Я уже Десятый сон Смотрю Вдруг ее дзынь Я ничего не понимаю Беру трубку Она мне в трубку Ааа Я что случилось Она говорит Сама не поняла Что это было такое Что это было Мой Сеня пришел Ну-ка Под этим делом Я даже головы Не повернула Потому что носом Чую в каком состоянии Что головой вертеть Лежу как голода Он зашел Что-то там Ковырялся Три часа Что-то Раздевался Псыкался Одеколоном Потом плюхнулся В кровать Меня нащупал И такое Начал Вытворять Веришь Я боялась Дышать Боялась Спугнуть За всю жизнь 12 минут Счастья Через 12 минут Говорит Все Мне надо Домой Встал Оделся Ушел Через полчаса Вернулся Разделся Лега говорит Мать Я задержался На работе И уснула Я до сих пор Думаю Камон Первый раз Приходил И вот вы знаете Когда я все Это вспоминаю Когда я Вспоминаю Галкиного Когда Томкина Вспоминаю Когда Людкина Вспоминаю Про себя Нафига Не мужчина Вы на меня Так смотрите Ей богу Не ну честно Скажите Женатый Вот Видали Видали Женатый Смотрит Как холостой Ну Вы знаете На самом деле Вот если без ха-ха Если вот так вот В принципе Я не против Но Если я уже Режусь На вот это Я уже все Учту Я прям Совмещу Все Все Гороскопы Все тесты Чтоб не пил Не курил Не гулял Не ел Не спал Не дышал Я Если выйду Замуж Я выйду Только за Слепого Глухонемого Капитана Дальнего плавания А прочих По этому вопросу Прошу Не беспокоиться Аплодисменты Аплодисменты Алло Оль Ты слышишь меня? Нет Оль Я не приеду сегодня Оль Ну не могу я Да плохо у меня все Оль Понимаешь Плохо Да На птичий рынок еду Ну мой истерит Все время Да Ну психопатит Ну ты же знаешь его Нервотреп Да я вообще Не знаю что делать Оля Ну последнее время Вообще жить с ним Невозможно Понимаешь Он по каждому поводу Ко мне цепляется Да 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 ты права была Оля Ну я у него Во всех грехах Виноватая Понимаешь Ну цепляется Без повода По поводу Ну невыносимый стал Оль Да Так стал на свою мать похож Прям свекрёныш какой-то Позавчера прицепился По поводу машины Вот Че он прицепился-то Оля Ну в чем я виноватая Ну это машина Дура во всем виновата Понимаешь Она между двух столбов Не пролезла Ну да Он ко мне прицепился Как будто я виновата А че я сделала Я просто за рулем сидела Ну да Водрала бока себе Он орал на меня Ну да Ора Так орал Голос сорвал Ну а вчера По поводу гантели Кричал Да Голос опять К нему вернулся Представляешь Ну да Ну гантели ему на ногу упала Ну она упала Он на меня орал Ну так а я При чем здесь Оля Ну при чем я Гантель у меня просто В руках была Да Потом неожиданно Из рук вырвалась И прямо ему на ногу Че орать-то Ну че орать Там перелом-то небольшой В шести местах Ну не знаю Че делать Оля Ну мне посоветовали К зоопсихологу поехать Ну такая сейчас Фишка Понимаешь В Японии Очень модно Ну да Там как будто бы Животными Они вот всякий Психоз лечат Ну я поехала Он меня выслушал Говорит Надо ему Какое-то животное Мужу моему Понимаешь Животное Чтоб он успокаивался Да Чтобы Если что Так он на животное Орала Не на меня Ну вот еду Думаю Ну че ему такое Спокойное купить Ну не знаю Оль Может тебе посоветуешь Че А Кого Собачку Ты че Какой друг человека Оль Ты че Да у него с собаками Вообще не контакт Понимаешь Ну смотри В прошлом году Мы на даче отдыхали А он Значит С бутербродом Шел мимо соседей Ну а там Собачка живет Ну такая Мелкая Да На крысу похожая Больтерьер Называется Ну вроде как Она У него Бутерброд попросила Понимаешь Так интеллигентно Попросила Так гав-гав А ему жалко стало Он ей дулю показал Потом мне рассказывает Говорит Представляешь Я после вот этой дули Хотел бутерброд В рот положить А тут бах Собачья пастя И все Да Бутерброд с руки Исчез Да Вот так В одно мгновение Бутерброд с руки А с лица усы Ну так Побрила она вас Бесплатно Да Теперь усы не растут Только брови Нет Нет Собак не подойдет Нет Ну надо что-то другое Ну что-то такое Ну совсем Понимаешь Ну так Рыбка Нет Это еще хуже собаки Оля Я тебе точно говорю Да я знаю Что говорю Оля Мы когда с ним В Турции отдыхали Когда еще можно было Ну на пляж пошли Ну что Я лежу Солнечные ванны Принимаю Загораю А он купаться полез Понимаешь Вот что ему купаться-то надо Вот скажи Вроде как плескался 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 Да А тут рыба приплыла Представляешь Ну такая большая Акула называется Да не напала ни на кого Кроме мужа моего Да нет Покусала Она пожилая была Беззубая Ну да Пососала-пососала Выплюнула за буйок Только плавки на память взяла Да нет Он даже не испугался Да я тебе говорю Он даже не заметил Он потом В номере Три дня на полу сидел И всем языки показывал Да Слюни пускал Нет Рыба не подойдет Нет Оля Не знаю Ну вот не знаю Понимаешь Вот я уже голову сломаю Что ему купить такое Черепашку Да нет Да я уже покупала черепашку Оля Я для себя завела Да Три дня прожила она Ну так получилось Понимаешь Тортилой назвала Ага Ну я ее выпускала Она у меня гуляла По коридору А он в этот день Понимаешь Он на работу не пошел И говорит Я пошел мыться Что ему мыться Среди бела дня Нет Пошел мыться И тут говорит Телефон зазвонил И он Вот весь намыленый Выскочил из ванной В коридор А там тортила гуляет Ну и что Он на нее наступил Ну и как бы Пселис на санках Да На этой черепахе По коридору летела Такую скорость развила Оля А я в это время С работы пришла Ну я же не знала Что он там на черепахе По коридору гоняет Я спокойно Своим ключом Дверь открыла А А тут он Вылетел Из гнезда Да По всем ступенькам Проскакал И вылетел Из подъезда Оля Я тебе говорю Это его звездный час был Бабки Которые возле подъезда сидят Они ему сразу Оценки поставили 6-0 Ну не знаю Что купить Оля Шапку Зайчью Ушанку Оля Да ты же день Как я сама Ты не догадалась Господи Это же вроде как И зверек И вроде как И безопасная Олечка Спасибо тебе Вот будет он у меня Теперь сидеть В этой шапке Зайчьей Ушанке С морковкой А я к нему сзади подойду Обниму его Массажик сделаю Ласковое слово На ушко скажу И может не надо ему будет Животное Покупать Гражданин следователь Гражданин следователь Да я ни в чем не виновата Гражданин следователь Ой Ну я вам сейчас все объясню Гражданин следователь Записывайте В тот вечер Мы играли Ателло Шел пятый Финальный акт И по ходу спектакля Артист Бабаян Поинтересовался Молилась ли ты на ночь Дездемонно Ну вы знаете Гражданин следователь Ну какая я была В тот вечер затурканная Какая я Замотанная была Генку моего В школе укусили Кто-кто Зауч на педсовете И вот представляете Я стою на сцене И чувствую Что я не помню Я не помню Молилась ли я Или я не молилась Я говорю Бабаяну Я говорю Эдик Я не помню Эдик Души скорей Сойдет и так Домой пора Спина болит Нет Гражданин следователь Это слова Не из Шекспира Это слова из меня Ну конечно У Бабаяна Квадратные глаза От неожиданности Но он виду не подает И говорит Ну ты стимонно Ложись удобней Сейчас я буду лютоват Да Гражданин следователь Он принудил меня лечь А что он стоя Мне будет душить Господи Метр пятьдесят В прыжке Да стоя Он меня сможет задушить Только с табуретки Конечно я легла Куда деваться Я не звала на помощь Зачем не звать на помощь Гражданин следователь Что вы такое подумали Вы подумали Что Бабаян Вы его точно и не видели Гражданин следователь Это же стилипузик Кавказской национальности Да я же с ним И за миллион долларов Хотя Нет ну откуда У нашего Бабаяна Миллион долларов Конечно я легла Я лежу Я жду Когда меня придушат В театре тихо Сочувствуют И на меня вроде как Накатило Я говорю Отелла Муж Давай же Перед смертью Пожрем Как люди Слугам Прикажи Пусть принесут Салатик Пиво Рыбки Потом Придушишь Нафиг И домой И в этой тишине Какой-то зритель С балкона Крикнул Ну че ты Жмешься Негра Ну и покорми бабу А другой из портера Крикнул Господа А в чем базар Конкретно Накрываем поляну И все дела И в это время На сцену Выскакивает Артист Смирнов Который Яго И на весь театр Кричит Граждане Вместо того Чтобы в храме искусства Накрывать лужайки Лучше помогите Задушите Эту заразу Вы представляете Гражданин Следователь Это он Про меня Про лучшую Дездемону России Уже Двадцать пять Сезонов подряд Конечно Я ему возразила Я говорю Ах ты Козел Это я Зараза Да Большей Заразы Чем Твоя Жена Артист Козмирнова Нет В природе И конечно Я ему рассказала Все что я знаю Про его Жену Он же думал Что его заразе Всего Тридцать восемь лет Вы представляете Да она В нашем театре На сцене Уже Шестьдесят Четыре Года Да она Играла Троцкого Еще при жизни Ленина И в это время На сцену Выскакивает Это Смирнов И кидает В меня Копье Что В меня Список Список Тех Смирнова Пожила Вот это Провокация Граждан Гражданин Что Оторвала Пулемет И как Дала Очередью По Яго По режиссеру Дрюкину По нашему Театру По всей Нашей Жизни Это был Мой лучший Спектакль Мой лучший Я думаю Что после Этого Они просто Обязаны Мне дать Звание Народная Артистка России Сережа Ты не обижайся Я Сережа Все понимаю Я понимаю Что Что В наше Время Когда Природу Изгадили Зверье Извели Озоновый Слой В дырках Ты Сережа Правильно Решил Вернуться К истокам Чтобы Хотя бы Мы В чистоте В гармонии С природой Жили Как наши Предки Жили Не тужили Мне Сережа Много Нравится Еда Например Вот К еде Сережа Вообще Никаких Претензий Все Свежее И Овощи Фрукты Курятина Ну Сережа Я Тихо Хочу Спросить Долго Еще Курятник В нашей Спальне Стоять Будет Потому Сережа Я Не могу Я Устала Что Петух Каждое Наше Движение В кровати Комментирует А Потом Куры Куда Хочут Да Не несутся Сережа Смеются Они Над нами Я Те Не критикую Сережа Я Понимаю Мы Живем Как Наши Предки Жили А Предки Они Они Знали Как Жить Они Жили Без Электричества Экономили На ЖКХ Сереж 21 Век Я Сереж Устала В темноте При лучи Не умываться Вчера Удумылась В темноте Не разобралась Губы зеленкой Накрасила Крови Сажей В автобус Зашла Мне сразу Место Уступили Всем автобусом На работе Начальник Меня увидел А он После вчерашнего Был Сереж Бухнулся В ноги И полчаса Вот так стоял И выл Не приходи Ко мне Разноцветная Горячка Сережа Ты пойми Ты пойми Я тебя не критикую Я твоя жена Я тебя поддерживаю Сережину И я тебе так скажу Не буду я больше воду Из родника носить Несу два ведра Приношу одно Ну так 15 километров Пить-то хочется И сено косить Больше по вечерам Не буду Тут шла После покоса С косой В дождевике Иду Иду через парк Супу налила Супу налила Сережа Он же маленький Он же маленький Худенький Мне многое нравится Но мне не нравится Сережа Когда мы по улице Идем А все на нас Смотрят Пальцем показывают Смеются Ну как не смеяться 21 век Все кругом с айпедами А только мы с тобой С гуслями А я знаете А я вот вообще Я счастливый человек Я самый счастливый человек На свете Прям неудобно Вот я говорю Ну что я могу поделать Понимаете Сколько счастья В моей жизни Прям вообще Вот в океан Океан счастья Ой сколько счастья Ой прошлый год Какой был счастливый Прошлый год Столько всего было Прям даже Не знаю вообще Что рассказывать Ааа Что ж было В прошлом аду Что-то ж у меня было В прошлом Ааа Я же пуховик Постирала Ой какое счастье Вы не представляете Купила пуховик Не могу его постирать Потому что нет инструкции Думаю Испорчу пуховик Дорогой И в прошлом году Нашла инструкции У-у-у-у! Какое счастье! Все сделала по инструкции, постирала. И что? И теперь у меня облезлая ветровка до земли. Ой, а как я в парикмахерскую сходила? Это вообще-то счастье в квадрате. Я ж никогда не была, понимаете? Ну, меня всегда в целях экономии, меня всегда стригла моя подруга Люська овечьями ножницами. А тут я говорю, Люся, ты понимаешь, посмотрела на себя в зеркало, не понравилась сама себе. Понимаешь, я уже взрослая девочка, я уже выросла. Пора отдаться профессионалам. Люся, не ревнуй, пойду в парикмахерскую. Она говорит, иди. Я пришла, говорю, девочки, посмотрите на меня. Я все хочу поменять, понимаете? Все хочу поменять, чтобы у меня другая прическа, другой цвет волос, ну все. Девочки, я хочу такую стрижку, понимаете, чтобы я от вас вышла, вот на меня люди глядели, так делали. Понимаете? Вот так. Но, девчонки, прошу вас, пожалуйста, покороче. И что? И самыми длинными волосами у меня оказались брови. Восьмое марта. Восьмое марта это вообще. Это вишенка на торте. Восьмое марта. У нас, значит, корпоратив. А я серая мышка. Понимаете? На меня никто никогда внимания не обращает. И тут, на этом корпоративе, я вдруг в центре внимания. Я звезда. Ой, какое счастье вообще. Все вокруг меня. Я пою, все поют. Я танцую, все за мной. Ой, господи, Вадик из соседнего отдела, за которым я, ну, я с любовью столько лет наблюдала. Он не отходит от меня ни на шах. Мы с ним шампанское пьем на брудыршах. За просто так вот. Вот так пьем, целуемся, целуемся и пьем. Меня переполняют эмоции шампанское. В общем, заснулась, счастливая. Ой. Проснулась. Господи. Я вся в цветах. Боже мой, это же Вадик. Ой. Какой романтик. Это же он для меня. Миллион алых роз. Господи. Открыла глаза пошире. Боже мой, я в клумбе. Ну, что сказать. Понимаете, вот говорят, чтобы день был счастливым, надо встать с правильной ноги. Вот это очень важно, чтобы с правильной ноги. Вы не представляете, сколько лет я экспериментировала. Видимо, у меня просто в организме нет этой ноги. Потому что из двух зол мне всегда достаются оба. Ну, зато у меня есть гороскопы. Девочки, вы не представляете, какое это счастье. Это же... Это же вообще, это же гороскопы, это моя жизнь. Я же вообще, я же их читаю с утра до ночи. Потому что только в гороскопах у меня всегда есть путешествия. Реальные отношения и, конечно же, деньги. Вот, кстати, о деньгах. Говорят, кошки всегда ложатся на больное место. Вы не поверите. Сегодня кошка легла на мой кошелек. И мне никогда не удается потратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Решила, все, хватит. Все, хватит. Что-то надо менять, в конце концов. Это же не жизнь. Все. С Нового года начинаю жизнь с новой страницы. Пишу другую историю. В конце концов, я же не об этом мечтала. Да я всю жизнь мечтала быть фотомоделью. Кто мне мешает пойти на кастинг? Пойду. Время пришло. Мне уже 50. Пришла, на меня посмотрели. Говорят, вы знаете, мы вас должны расстроить, но на фотомодель вы не тянете. Если честно, вы тянете только на фоторобот. Вы поймите, нам нужны красивые, длинноногие, молодые. Вам уже 50. Я говорю, что такого? Да что такое для женщины 50 лет? Это вообще ничего. Это ноль. Да я вам больше скажу, 50-летних женщин, их вообще нет в природе. Да, нет. Потому что есть 18-летние с 32-летним пробегом. И за фигурой я слежу. Я слежу за фигурой, я каждую ночь ложусь на краю. Да, я жду, что придет волчок откусить ненавистные бока. Волчок не приходил. Бока при мне. Зато пришла подруга, Люська посмотрела на меня. Говорит, ой, Таня. Таня, мужика тебе надо. Я говорю, да что я против, что ли? Где же его взять? Я же хочу, чтобы рядом был настоящий мужик, за которым я, как за каменной стеной. А что вокруг, Люся? Что вокруг? Так. Сплошной гипсокартон. Ну, я познакомилась с одним через интернет. Вроде не дурак, вроде молодой, вроде симпатичный. Договорились встретиться в кафе. Да я сразу поняла, что мы с ним разные люди. Я еще в кафе поняла, когда я заказала коньяк, а он мороженое. Я у него так осторожно спрашивала, как ваша фамилия? Он, говорит, моя фамилия Ослик. А инициалы? И А. Она, говорит, какой Ослик, какой А, какой молодой? Мужик, чем старше, тем богаче. Типа серебро в волосах, золото в зубах, камни в почках. Я говорю, правильно, недвижимые в штанах и неистощимые запасы природного газа. Да ты пойми, Люся, я когда была маленькой девочкой, я дружила с мальчиком такого же возраста. Вот это были отношения. Господи, да ничего лучшего у меня в жизни никогда не было. Я ждала его с работы, а он приходил и сразу к столу. А я ему пироги. Люся, я тебе клянусь, он молча с удовольствием ел мои пироги из песка. Она говорит, правильно, ел. Потому что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А ты не умеешь готовить до сих пор. Я говорю, умею. Что тут уметь? Закипело, бросай. Всплыло, вытаскивай. Она мне, ну, с таким отношением к кулинарии, Таня, тебе долго еще некому будет валентинки отправлять. Я говорю, что ты говоришь? Какие валентинки? Посмотри на меня. Где я, где те валентинки? Господи, Люся, о чем ты? Я как белка в колесе. Я забываю, как меня зовут. Всю жизнь кручусь. Да я в прошлом году плавала один раз. Один раз. Где? В проруби на крещение. Она говорит, ну, ладно, ну, шо ты, ну, есть же в нашей жизни шо-то хорошее. Вот я тебе, например, сегодня принесла твою любимую шоколадку. Будешь? Я говорю, давай, черт с ними, с боками. И знаете, девчонки, вроде вот съела сладкое и полегчало. Потом... Потом выпила полусладкое. Вообще зашибись. Вот спасибо, Люськи, вот настоящая подруга. Господи, какое счастье, что она есть в моей жизни. Это же, это же счастье, когда в этой жизни есть друзья. Ах, Валентинки баловствуют. Валентинки тоже придумают. Да нарежу из колбасы сердечек на 14 февраля. Накрою стол, позову Люську, и будет нам счастье. Вот знаете, вот в свое время Леон подарил мне замечательный анекдот. Вот я вам сейчас его хочу рассказать. Ну, заранее прошу мужчины за него простить меня. Вот это чисто женский анекдот. Вот сейчас только женщины будут радоваться жизни. Ну, представьте себе, женщина идет по улице, у нее прекрасное настроение. Она улыбается солнышку, она улыбается людям, ей так хорошо. И она прям вот от избытка чувств, сама себе говорит, Господи, как же я люблю, как же я люблю, когда рядом мужик. Рядом, я сказала. Спасибо, девочки, вам за эти аплодисменты, вы правильно реагируете. Спасибо. Вот мужчины как-то приуныли. Нет, ну, вы не подумайте, я сейчас не собираюсь вас ни в чем обвинять, я не собираюсь сравнивать, ругать, нет. Просто я хочу сказать, что анекдоты, анекдоты, они из жизни. Ну, а как иначе? Вот я как-то иду по улице и смотрю, впереди идет мужчина и женщина. Ну, вы знаете, вот я сразу поняла, что это муж и жена. Это вот сразу видно, потому что они идут и собачатся. И, знаете, так по-тихому собачество, чтобы никто не слышал. И вот тут в пылу вот этой ссоры, она, наверное, что-то ему такое обидное сказала, а он ей, знаете, так вот в запале, он достаточно громко говорит, да ты знаешь, что ты после этого, да ты, да ты крыса, поняла, крыса. Она говорит, вот, вот, а до свадьбы я мышка была. Ну, это уже жизнь. Ну, вы знаете, вот, если говорить об анекдотах, особенно об анекдотах семейных, то вот в семейных анекдотах мужчины, если вы заметили, они всегда герои. Всегда герои мужчины в семейных анекдотах. Ну, вот, например, одному такому герою жена говорит, Вася, посмотри на нашего соседа. Посмотри, я тебе говорю. Посмотри, как он к жене относится, а? Как он ее любит, как он ее любит, а? Ну, каждый день цветы, подарки, конфеты на руках носит. Целует через каждую секунду. Через каждую секунду он ее целует. Почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит, ты что? Я ее даже не знаю. Ну, вы понимаете, друзья мои, конечно, конечно, вот, я не хочу не давать какие-то советы, потому что это бездарное дело. У каждого своя ситуация, у каждого своя жизнь, и нет каких-то таких общих рецептов для того, чтобы улучшить семейные отношения. Но, вы знаете, ну, мне все-таки кажется, что если честно, то, наверное, и мы, женщины, в чем-то виноваты, правильно? Ну, вот, согласитесь, вот, женщина выходит замуж, она же первым делом начинает, она начинает менять своего мужа. Она начинает его переделывать. И вот огромное количество сил она для этого тратит. Она полжизни его переделывает. Знаете, вот как Микеланджело. И когда ей это удается, удается его переделать, она начинает жаловаться подругам, что это уже не тот человек, за которого она когда-то выходила замуж. Ну, вы знаете, друзья мои, вот, когда, вот, когда девчонки, когда с подружками собираются, ну, конечно, конечно, делятся самым сокровенным, согласитесь. Вот, обо всем рассказывают, обо всем. Вот, вы знаете, девочки, я не знаю, что делать с моими, ну, ну, я просто не знаю, ну, вот. Ну, я не понимаю его, понимаете, вот, ну, ну, не могу понять, когда он, когда он действительно шутит, когда он серьезно говорит. Вот, я у него спрашиваю, я говорю, Вася, ну, скажи мне честно, вот, ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Он говорит, ну, угу, ну, ухаживал. Я говорю, так. За кем это ты ухаживал? Он говорит, за скотиной в деревне. А я, девочки, понимаете, я своему, ну, все, ну, все для него. Я ему даже кофе в постель. Вот, представляете, я с утра кофе ему в постель приношу, а он пьет и мне на грудь смотрит. Пьет и мне на грудь смотрит. Девочки. Может, он с молоком хочет. Ой, девчонки, а мой вообще такой смешной. Ну, не могу, такой смешной. Главное, Бритву купил вчера, а сегодня ей бреется. А я слышу, там, ну, ругается, почем свет. И такая она, и сяка, и зачем он ее купил? И весь порезался. И тупая, и не бреет нифига. А я, главное, по судьбою, а про себя думаю странно. А линолеум она хорошо резала. Нет, ну, вы знаете, вот, конечно, мы на разных языках разговариваем. А надо все-таки уметь договариваться. И, мужчина, вы не подумайте, я сейчас не про вас. Это, вот, лично мой жизненный опыт. Вот, вы знаете, мне все-таки кажется, что мужчина в браке... Это вот... Это вот как муха на липкой бумаге. Ему вроде как и сладко, и скучно. И улететь. А как же им хочется в полет. Как же им хочется расправить крылья, вылететь из семейного гнезда. И когда им это удается, и они вырываются на свободу. И сбиваются в свои мужские стаи. И остаются без нас, без женщин. Девочки, о ком они тогда все время говорят? О нас, о женщинах, и говорят. Ну, что, Санек, тебя, говорят, можешь поздравить, Сань. Ты же, говорят, женился? Женился. Ну, поздравляю, Санек. А что поздравлять-то? Что поздравлять? Ничего нельзя. Женился, ничего нельзя. Пить нельзя, курить нельзя, гулять нельзя. Жалеешь? Жалеть тоже нельзя. Витя, а что у тебя такой фингал под глазом? Дрался вчера из-за любимой женщины. С кем? С женой. А я, мужики, так скажу. Баба, она место свое должна знать. Посмотри на мое. Слово поперек не пикнет. И что ты ей говоришь? Чего говорю? Говорю она. Кажется, раз по-разному говорю. Вчера, например, королева пришла. И мне с порога. Мне с порога. Почему посуда грязная? Я говорю, цыть. Я еще полы не помыл. А я, мужики, со своей ненькой никогда не разведусь. Вот у меня баба везучая, мужики. Ну вот, сижу, она борщ хлебает, приходит. В новых туфлях пришла. Я говорю, не понял, Нинок, откуда туфля? Она говорит, Коль, не поверишь. Иду мимо помойки, стоят. Я примерила мой размер. О, баба везучая. Вчера в новой шубе прошла. Да, в подъезде ее размера лежала. А почему у Нинка шубу нашла? Потому что Нинка баба везучая, не то, что я. А я чего, не везучая. Да не везет, мужики. Один раз в жизни под кроватью носки нашел. Примерил. Не мой размер. Да нет, друзья мои, вы не подумайте. Вы не подумайте. Я сейчас, я сейчас, ну, не стараюсь как-то вот обидеть мужчин. Я об этом не думала. Я не хочу сравнивать, кто лучше, кто хуже, кто в чем виноват, выяснять. Это все не для этого. Девочки, я вот просто сейчас смотрю на вас, и я вижу ваши лица. Я вижу ваши прически, я вижу ваши глаза, я вижу ваши улыбки, я румянец ваш вижу. Девочки, может быть, мужчины, которые рядом с вами, не говорят вам об этом часто. Но я хочу, чтобы вы об этом знали и помнили об этом всегда. Вы красавицы. Каждая из вас, каждая в этой жизни достойна быть и мисс вселенная, и мисс мира, и мисс подъезд. Главное для этого с мистером не промахнуться. Девочки, мужика надо брать теплым. Пока он еще б тебе не остыл. Он, может, на тебя еще толком в глаз не положил. Может, еще в упор тебя не видит. Ты уже планчик мозгу не кидай. Как его на себе женить в короткие сроки? Для начала поставь ему ножку. Растянись вместе с ним. Перелом лучший повод для знакомства. Если потом пригласил в ресторан, все, тебе не в чем идти. Тебе не в чем идти. Вчера купила новый клипс, и к ним ни сумочки, ни туфель, ни платья. Купит, обязательно купит. Пока в организме влюбленность, они не жмутся. Потом посчитает, сколько у тебя вбухал. Пожалеет кому-то отдать. Так что тряси его до свадьбы, как грушу. После свадьбы ничего не вытретишь. И понахальнее, понаглее. Но с ними иначе нельзя, выскользнуть. Чуть что, все, я в положении. Я в положении. Ой, они это боятся. Да будто не ты в положении, а он сам. А прибугнула сразу, покупает соски, распашонки. Буквари, пускай смирится, что он отец. Потом узнав, что отцом быть не обязательно, на радостях можете жениться. Ну и истерики через день. Через день истерики. Чтоб не терял форму с утра, уже заикался. Повод всегда можно идти, было перед кем. С нормальным мужику скучно, понимаешь? Ну, как в филармонии. А с психопаткой интересно. Никогда не знаешь, что она выкинется, куда. Да, намекни, намекни, шо таких, как он у тебя, 10 штук. Пару писем на стол, пусть почитает. Ну, чё ты, сама себе, левой рукой. Да не напишешь пару ласковых. Дай порывновать, им так интереснее. Всё по плану, всё по плану. И когда ей чего позволить, и когда по физиономии дать, чередуй. Чередуй их, это возбуждает. О, хороший приёмчик. Как шли, разговаривали, вдруг на ровном месте в слёзы и убегают. Убегай, не бойся, на дерево влезь догонит. Понимаешь, это как кошка с собакой. Это как кошка с собакой. Пока кошка сидит, собака вялая. А кошка рванула, собака за ней. Всё, шерсть дыва, в глазах интерес, природа. Природа, потому что секс начинается с беготни. А раз он тебя догнал, значит, ему чё-то надо. Всё, ему чё-то надо. Тебе сегодня нельзя. Да, и чем больше ему надо, тем больше тебе нельзя. Свадьба, свадьба. Вот задача, которую перед нами ставит правительство. Ну, потом он уже никуда не денется, хотя никому не нужен. Ну, чё не до свадьбы? Не до свадьбы. Фырка, да копытом бьют, да свободе треплют. Ой. Да женится, узнает, что за сладкое слово «свобода». На час из дома вырвется счастливый, потому что свобода – это когда есть откуда бежать. Всё пускай делает, пускай-то любит, не любит. Ой, это для пионеров. Это для пионеров. Главное расписаться, чтоб всё как у людей. Чё, муж? Есть муж. Да, вон пасётся рыжий яблоко. Раньше, говорят, мужика можно было брать голыми руками. Увидев край туфельки, он в обморок падал. Ну, теперь такие экземпляры остались только в заповеднике. Поэтому надо окружить его лаской со всех сторон. Загнать в угол. Там же брать за лодку. Как до постели дошло, тут же отступать некуда. Это бородино. Чипнул, запусти, люблю. Врубай свет, вызыва понятых. А, чё, при людях, повтори, чё ты сказал? Ну, куда он при свидетеля денется? Девочка, да я знаю, что говорю. Мужика надо брать живьём. Ну, ходить на него лучше весной и летом. Тогда в нём кровь бродит. Подпускает близко. А чё, прям из рук ест. Ну и прикорми, и прикорми. И места накидай, зелени накроши, рюмочкой помани. Они ж от домашнего дуреют. Ну, полосого чё, за весь день коп и завурцом. Всё. А как он только корм залатнёт? Подсекай. Всё, девочки, я знаю, что говорю. Хороший сезон. Хороший сезон. По 4-5 мужей можно взять. Ну, это если, конечно, места знать. Да, мы не обижаемся на вас, дорогие мужчины. Мы не обижаемся на вас, потому что мы привыкли. Мы привыкли к тому, что вы не обращаете внимания на наши слова, на наши дела, на наши поступки. Да чё там говорить? Вы порой на нас внимания не обращаете. Жена мужу говорит, Вася, посмотри на нашего соседа. Посмотри, я тебе говорю. Как он к жене относится, посмотри. Как он её любит. Ой, я не могу. Как он её любит. Каждый день цветы, подарки, конфеты на руках носит. Целует через каждую секунду. Через каждую секунду целует. Почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит, ты чё? Я её даже не знаю. Ну, вот что тут сказать? Это семейная жизнь. Это семейная жизнь. И она, на самом деле, наверное, не такая, какой мы её себе, девчонки, представляем. Что-то происходит с нашими мужчинами после ЗАГСа. Наверное, их там в ЗАГСе меняют. Ну, вот правда, я как-то иду по улицам. Идёт впереди пара. Но сразу видно, что это муж и жена. Потому что они идут и собачатся. И он, знаете, так вот в пылу, вот этой вот ссоры. Он ей так грубо говорит. Ты знаешь, что ты? Да ты крыса, поняла? Крыса. А она говорит, вот. А до свадьбы я мышка была. Конечно, у каждого по-разному. И свои отношения какие-то. Но есть что-то такое вот общее. Наверное, это происходит, потому что нам очень сложно договориться. Мы всё-таки на разных языках разговариваем. Вот когда мы собираемся с девчонками на девичник, да? Мы же обсуждаем, естественно, ну, свои какие-то отношения, своих мужей. Ну, что-то такое рассказываем из нашей жизни. И, знаете, рассказы эти очень разные. Вот мы как-то с девчонками собрались. И Светка говорит, ой, ну, я не знаю. Ну, такие странные они. Ну, вот ей-богу. Ну, вот мой, например. Купил бритву. Ну, вечером купил, утром бреется. И я слышу, ругается страшно, что она тупая, что она какая-то не такая, что какая-то бракованная. И зачем он её купил? И ни черта она не бреет. А я стою, посуду мою и думаю, странно, а линолеум она хорошо резала. А Наташка, у неё вообще в жизни всё хорошо в этом плане. И она этим гордится. И она всегда это подчёркивает. Она говорит, ой, девочки, а у меня с моим вообще полная гармония. Полная гармония. Да. Он даже вместе со мной футбол смотрит. Да. И я уже, между прочим, четыре команды выучила. Спартак, Динамо, дай пиво, принеси газету. Ну, вы знаете, конечно, я сейчас не хочу обидеть мужчин. Потому что им тоже есть что сказать. Но, вы знаете, всё-таки мне хочется напомнить вам о том, что мы женщины. И о том, что когда-то вы приходили с букетом цветов. Когда-то, я вот просто по глазам вижу, что именно вы своей жене читали стихи. Ну, и правильно, и читайте. И, может быть, вы сами их будете писать. И пусть у вас не получается что-то. Пусть ваши стихи будут, ну, вот, ну, примерно такие. Есть женщины в русских селениях. Их бабами нежно зовут. Слона на бегу остановят. И хобот ему оторвут. Ну, вот я говорила о том, что мужчинам, конечно, тоже есть что сказать. Потому что не зря они так стремятся вырваться из семейного гнезда. И иногда у них это получается. И они вырваются. Они сбиваются в свои мужские стаи. И остаются без нас, без женщин. И тогда о ком они все время говорят? О нас, о женщинах и говорят. Ну, что, Санек, тебе говорят, можно поздравить, Саня. Ты же, говорят, женился? Женился. Ну, поздравляю, Санек, поздравляю. Да что поздравлять-то? Что поздравили? Женился, ничего нельзя. Ничего нельзя. Пить нельзя, гулять нельзя, курить нельзя. Да ты что, Санек? И что, жалеешь? Жалеть тоже нельзя. Вить, а что у тебя фингал такой под глазом, а? Дрался вчера за любимой женщины. Да ты что, с кем? Женой. Нет, вы не подумайте на самом деле, вы не подумайте. Я сейчас никого не хочу обидеть. Я сейчас ни в чем не хочу разбираться. Выяснять, кто лучше, кто хуже, кто в чем виноват. Ну, вы знаете, друзья мои, я вам так по-честному хочу сказать, что с женщинами все, конечно, очень нуждаемся в вас, мужчинах. И вот там, глубоко, внутри, мы все такие, такие беззащитные, такие нежные. Мы, можно сказать, ангелы. Но если нам подрезают крылья, мы просто вынуждены летать на метле. Ой, Катя, хватит ныть. Надоело. Ну, какая судьба твоя несчастная? Ну, какая твоя судьба, Катя? Ой, ни работы, ни мужа, ни детей, ни фигуры, ни фига. Заткнись. Все, надоело. Меня не слушаешь. Да. Поэтому все так у тебя. Вот ты мне скажи, ну, скажи честно, Катя, ты на прошлой неделе, я тебе позвонила, вот ты ходила переводчиться и устраиваться, а? Ну, как не взяли? Причем тут нет диплома? Катя, Катя, я не могу. Катя, я тебе сто раз объясняла, господи. Я тебе сто раз объясняла, Катя. У женщины диплом. Это... Грудь. Понимаешь, это... Это... Это как на правительственной машине мигалка. Большая грудь. Красный диплом. У тебя маленький дипломчик. Катюха, если честно, у тебя спереди почти нет образования. Ну, ничего, ничего, прорвемся. Не беда. Что ты надевала? Что? Вот. Катя. Катя, я тебя помадой зарежу. Я тебя... Я тебя духами задушу. Потому что меня не слушаешь. Вот скажи честно. Честно скажи. Катя, в глаза смотри. Перед тем, как на работу устраиваться, как я тебе советовала, ты в бюстгальтер для объема плюшевых зайчиков подкладывала? Нет. Нет. Что стыдно? Катя. Стыдно, это не когда видно. А когда присматриваться надо. Вот Танька Шиндякина, гордость моя. Да она перед тем, как на работу устраиваться, она не то, что зайчиков. Она все детские игрушки, какие дома были, в бюстгальтер утрамбовала. А сверху платье надела дочери шести лет. С мылом натягивала. Все, замолчай, не хочу слушать. Сама виновата. Ни работы, ни мужа. Вот почему у тебя мужа нет, Катя? Скажи, почему у тебя нет мужа? Чего ты ждешь? Чего? А? Катя, ты дубок. Пенек. Господи. Ждет, когда мужчина подойдет к ней сам. Сам, как кролик, куда бы. И сам себя за уши в пасть засунет. Катя, кто к тебе подойдет? Ну, ты на себя в зеркало когда смотрел? Ты же не красишь свой фасад, Катя. У тебя уже весь забор облупился, понимаешь? Ну, скажи честно, честно скажи, скажи честно. Когда ты последний раз брови полола, Катя? То, что у тебя над глазами, это не брови. Это джунгли. Твои брови на уши накручивать может, Катя. А эти волосы, ой, я не могу их видеть. Эти черные густые волосы на руках. Да мужчина, который к тебе сам подойдет по любви, будет лысый, беззубый, безработный гастарбайтер. Потому что самое красивое место у тебя, это прописка. Молчи, слушай правду. Вон Танька Шинякина, тоже, тоже выпендривалась. Красота у нее, природная красота. А красота у Таньки, как честно, еще красивее твоей. Да, да, у Таньки кот жил. Маленький такой, такой, мяу-мяу. Ну, жил себе, жил, куська. А потом вдруг Таньку ненакрашенно увидел. Тоже меня не слушала. Природная красота. Я удивляюсь, Кать, как же природа Вась с Танькой. Понимаешь, Катюха, у природы тоже есть свои страшные места. Тоже торфяники, болото, Тайга не проходила. Все, как у тебя на лице. Все, не зли меня. Не слушаешь меня. Поэтому все у тебя так. Размешивай, чтобы ты на себя нацепила. Что это такое? Катя, я тебе сто раз говорила, не надевай такую юбку. Понимаешь, Катя, у тебя ноги, они, они не растут. Они у тебя вьются из седальща. Я вот думаю, Катя, они у тебя природы такие. Или ты их каждый вечер на бегуди накручиваешь. Да до земли, до матушки юбку носи. Чем длиннее юбка, тем красивее твои ноги. Ничего не реви, прорвемся. Заодно и ласты свои 45-го размера прикроешь. Ничего, зато ты устойчивая. Тебе никакой гололед не страшит. И плаваешь лучше всех. шлеп-шлеп-шлеп-шлеп и уже у буйка. Да ты мечта водолаза. Мужики еще заценят такой вездеход. Подожди, я дверь сама открою. Господи. Сергей Петрович, песнисмен с цветами, ко мне пришел. Ноги прикрой, спугнешь. Здрасте, Сергей Петрович. вижу, что с цветами. Я, я могу вас до ЗАГСа проводить. Катьки. Катя, ноги открой. Он такая, у меня уже. душа. А что это такое? Катя, Сергей Петрович, цветами, тебя в ЗАГС зовет. Да не плачу я. Не плачу. Понять не могу. И фасад накрасила. Зайчиков напихала. все лето хожу, упарилась. А это, блин, до своих кривых глаз, шлеп, 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 шлеп. И с Сергеем Петровичем в ЗАГС. А я, как картина в музее. И вроде нравлюсь всем. И домой никто взять не хочет. меня тут на презентацию пригласили. Ну, презентация такая эксклюзивная, значит, это вот этих даже монгольских элитных чернобурых сусликов. Ну, а я, понимаете, сами, но женщина такая деловая, одинокая. Ну, и чтобы на той презентации на меня, так это косо не глядели со всей сторон. Ну, и решила я себе на один вечер, на один вечер найти какого-нибудь хорька. Ну, и что, ну, позвонила в эту службу, которую мужчины по вызову. Слушайте, они мне так узоломили цену, что дешевле выйти замуж, ей-богу. Ну, и что, думаю, а что, позвоню своей подруге, Зойке. Она уже, это, 10 лет замуж, уже мужика видела, такой нормальный, спокойный. Ну, а что, не дашь, что ли? А я же ей в прошлом году давала свою юбку французскую на 8 марта, а? Ну, позвонила Зойке, говорю, Зоя, привет, это я, Зой. Зой, я тебе по делу звоню. Зой, слышь, твой хорек дома? Она говорит, да, дома вроде. Вон, а возле телевизора торчит, носки вяжет. Я говорю, Зоя, у меня к тебе просьба, Зой, слышь, ты не могла бы мне его одолжить, а? Она говорит, не поняла. Ну, в принципе, это могла бы, но, ну, 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 тебе как это, для, для разовой акции? Или в аренду? Слушай, а может ты его назовсем заберешь по остаточной себестоимости, а? Я говорю, Зоя, да нет, мне с ним только на презентацию элитных сусликов сходить. Она говорит, да нет проблем, что для подруги не сделаешь, тем более, что цена подходящая, 150 долларов в час. Я говорю, Зоя, не поняла. Это 150 долларов. Зоя, ты чё? Зоя, разуй глаза. Зоя, да твоему хорьку красная цена 100 рублей за сезон. Она говорит, знаешь, не хочешь, не бери, а цена нормальная. Я все цены знаю. И это при условии, если ты не будешь его использовать по прямому назначению. Я говорю, вот тебе раз, ага, если буду. Она говорит, ну если будешь, чё, нет проблем. 150 долларов мне. Ну и ему дашь на пиво. За амортизацию оборудования. Я говорю, Зоя, чё ты заладила, как попугай? 150 долларов, 150 долларов. Какие 150 долларов, а? Да он у тебя, он же у тебя БУ. Вы с ним сколько лет женатый, да он у тебя уже не секонд-хенд даже. А он говорит, милая моя, так женатые в этом вопросе ценятся больше. Это как с квартирами. Вторичное, жильё дороже. Да он у меня спортсмен, он у меня футболист. Я говорю, ага, Зоя, футболист, это точно. Футболист. Я вообще не хотела тебе этого говорить. Но ты сама виноватая. Такую цену заломила, знаешь. Поэтому слушай. В общем, звонила мне Нинка на прошлой неделе. Ну, что говорила? Говорит, была у неё встреча товарищеская с твоим футболистом. На её поле. Но ты знаешь, Зоя, твой футболист так нарезался перед встречей, что за весь матч ни разу не попал в ворота. Она говорит, значит, это Нинка стерва. Да я ей все паслы повыдергаю. Ну, ты молодец. Цену сбила. 140 долларов за этого кабеля. Я говорю, Зоя, откуда ты эту цену взяла? 140 долларов. С чего ты это взяла? Она говорит, а вот с того. Я все цены знаю. За каждый сантиметр роста один доллар. А у него метр сорок рост. Я говорю, не поняла, а за что ты тогда еще 10 долларов просила? она говорит, за перпендикуляр. Я говорю, да кто это все и дело зоя, это не хорек, это огрызок. 150 рублей, больше за него не дам. Она говорит, 140 долларов. Я говорю, 150 рублей. Она говорит, 140 долларов. В общем, спорили мы с Зойкой часа три до хрипоты. Ну, сторговались, конечно. Сошлись на 20 долларов. Ну, что, дороговато, конечно, за ее харька. Но, знаете, я не жалею, потому что я себе на той презентации такого элитного суслика купила. фигурка закачаешься. Ушки, животик, ножки, вылитый Зойкин хорек. Только мой суслик на 15 долларов дороже. Даже не знаю, как это сказать. письмо от сыночки получила. Стасик, сыночка, кровиночка, мой господин. И вот меня, Стасика, вот, бездною в армию забрили. Господи, как видит, просил это, уговаривал это в военкомате. Ну, какая им армия, ну, какая им армия, поглядите на него, у него зрение минус 8, плоскосопие, нурез. Услали аж в Петербург. В стройбат. Ну, батальон такой специальный, куда самых стройных отбирают. Ну, а Стасик-то мне, господи, любодорого полететь-то. О, одна харизма чего стоит. А тут в прошлом месяце письмо от него получилось. Развернула, глянула фотку. Три дня плакала. Худюши. Килограмм 120 осталось и вьем. Ужи из подшапки торчат, как у зайца. А сам, главное, улыбается и все время успокаивает меня. Мол, мамка, все нормально у меня, все хорошо. Господи, как чувствовали, провожали его в армию всем миром. Ой, неделю гуляли. А батька потом еще месяц. ой, бабушка Стасику носков навязала в армию, штук 19 связала собачьей шерсти. Ритузы от травматизма. Ой, трезора всего подчистую вычесала. Он потом месяц в гудке сидел выходить стеснялся. господи, а тут это письмо это. Не знаю, что думать-то. И главное, вначале-то хорошо пишет, мол, мама, не беспокойтесь, у меня все хорошо, я не болею. Он мне в детстве такой слабенький был. А тут пишет, не болею я, мама, потому что в армии больных нет. Потом пишет, что вилок в столовой не дают, ну, чтобы, значит, детки не поранились. И на ночь в казарме синий цвет оставляют. Ну, чтобы деткам сны хорошие снились. Добрые, про устав, про строевую подготовку. Потом пишет, что вообще в армии все параллельно и перпендикулярно. Потом просит, чтобы я кота завела. Ну, да, так вот и написал. Заведите, мама, кота. Назовите его прапор. Приеду домой, убью. Потом что? Потом пишет, чтобы я за Юлькой следила, ну, за невестой его, за Юлькой. А как за ею следишь-то? Вот, за Юлькой-то за этой, ой, за ей, гляди, не гляди, у ей харизма, у этой Юльки. Ну, так сама из себя ничего, ничего не могу сказать, сама ничего из себя. И хозяйственная поросей держит, да, держит, а, а как же? Ой, как я ее тут ругала, Юльку-то, вот. Она же поросей держит, их же кормить надо, она их держит и все. И главное пишет мне, это следите, мама, за ней, день и ночь следить, ай, господи, сыночка. Уж как за мной мамка следила, а я все равно в 16 лет тебя родила. Бабушка-то, она девочку хотела, а я ей Стасика. Господи, как он там? Письмо вот это, прямо не знаю, господи. Написал письмо, оно обрывается. И последние слова, мама у меня. И там главное не мама у меня, еще короче, мама у меня. Ну понятно же, что у меня, господи, сыночка, что ж ты хотел мамке-то сказать? Ой, может быть, там мама. Мама, у меня новая любовь. Ознакомились в увольнении. Зовут Вера, 46 лет, трое детей. Господи, 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 да шо ж это я сразу о плохом, господи, начну? Может, их увольнение-то не отпускаете? Ой, 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 да шо это я сразу себе накрутила? Господи, может, там и ничего особенного, может, там мама, у меня перхоть. Или мама, у меня сопли, сейчас выбью, засуплю наряд. Все. Письмо не дописал, мамка, с ума сходите. Ой, скорее бы старость до детства впасть. Господи, а может, там не мама у меня, может, там, может, там мама уместился, так и я в кабине Уазика. И служу теперь шофером, и вчера наехал на гаишника. Уазик в дребезге, я гаишник, мама только свисток пролотил и харизму свою помял. Алло? А, Стасик, сыночка! Слава Боже! Сыночка, ты откуда? Как отвергли? Господи, да шо, Юлька, Юлька, твоя все в порядке с Юлькой. За поросями ходить. Вот, сыночка, ты письмо написала, оно обрывается. Шо ж ты хотел мне... Карандаш сломался. А чо хотел написать? Мама, у меня закончились деньги. Да вышлю, сыночка, вышлю, ты там осторожно гляди. Ты, сыночка, от инфекции бери горло, кутай. Слава Боже! Ох! А я тоже, женок. Ой! Служи, сыночка, честно. Служи честно, сынок, шо бы не было стыдно мне ни за тебя, ни за твою харизму. Здравствуйте, Марья Ивановна! Да я Катя Петрова здесь этого... Вы че меня не узнали? Оба-на! Тут я смотрю, у вас как лицо на сторону поехало. Так я хайер перекрасила. Цвет суперический, да? Называется «Отвянь, козел, а шпарер». Че делаю? Да так, Марья Ивановна, хожу, брожу, еще покурю, а вы будете? Че, че, курить? Че, вы не курите? Бой! О-о-о-о-оба-на! Заменить сигареты конфетами? Да вы че, Марья Ивановна, прикалываете? Так я пробовала, конфеты плохо раскуриваются. А вот за что я вас люблю, Марья Ивановна? Так это за юмор. Я вообще юмор люблю. Вы догадались? А как вы догадались? По моей прическе? О-о-оба-на! А опять прикалываете, да? Хайр у меня, суперрический. Называется «Куда хочу, туда торчу». Рекомендую для педсоветов. Как вы сказали, главный хайр? А че главное? Главное, че, под хайром? А че там? Кость там? А, это вы в смысле ум. Вот это вы в десятку, Марья Ивановна. Откуда вы все знаете, а? Книжки читайте. А че это такое? А, да, в смысле учебники. Да я тоже читать люблю, Марья Ивановна. А вы читали последнее сочинение Иванова? Ну, 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 Иванов наш, ну, сын нашего спонсора, Иванова Ашот Абрамовича. О, головастый пацан, а! Прикинь, ему только 17, а он уже в третьем классе. Так он сочинение козырное написал, ну, тема была супереческая, Марья Ивановна. Трагедия этой... А, Карениной! Так он так там сильно про нашу бабскую долю сказал, Марья Ивановна. Мы прямо обрдались. Значит, А, Каренина не встретила в жизни настоящего пацана. Поэтому наехала на поезд. О, голова, да? А вы читали его эпиграмму в стенгазете на нашего залча Головко? Да вы чё, Марья Иванов, в стиле рэп? Начинается на Г и кончается на О. Оба-на! Не подумайте плохого! Это Завуч Головко! Ну, ладно, Марья Ивановна, до завтра, завтра на уроке встретимся. Да я помню, Марья Ивановна, что вы мне двойку по истории поставили. Да чё, вы всем поставили? Так мы учили, вы всё равно поставили. Да вы всё время прикалываетесь над нами. Так а чё вы спросили, кто великую отечественную баллу главнокомандующая? И, блин, сами начали подсказывать. Иосиф, Иосиф! Ну, вы заорали, Кобзон! Ну, чё, Марья Ивановна, плачете, что ли? Оба-на! Да не плачьте, Марья Ивановна! Да выучу я вашу историю! Ну, ну, да курю и выучу! Хотя, честно, Марья Ивановна, мне ваше учение как рыбий зонтик. У вас учёных зарплата, как мороженое, маленькое, быстро тает. А у нас, Марья Ивановна, в доме тётка на третьем этаже живёт, так она в слове колбаса пять ошибок делает. А живёт, как человек, коньяк гонит из бензина с тротилом. Называется мир праху твоему. А на втором этаже мужик собак разводит. Недавно скрестил чау-чау с собакой в Баскервилле. Новая порода получилась. Чубайс! А напротив в коттедже Марья Ивановна герой моего романа живёт. Прикинь, пацану только 20, а он уже на Мерси ездит. Работает? Работает, Марья Ивановна! В переходе песни поёт. Эх, раз, ещё раз, не подож, получишь глаз. Так что Марья Ивановна новое поколение выбирает «Баксы, баксы, баксы, есть в кармане, вот и все дела!» Ес! Гул мотора разрывал ночной покой по дорогам. Ездил рокер молодой чёрной краской, разукрашен гермошлем этот парень был знаком везде и всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мерси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова